добрый день дорогие подписчики и зрители канала как вы видите собрался я уже садить картошку но перед этим попросили меня снять как я регулирую сцепление при работе со сморгонской почвенной фрезой я сначала как бы не совсем понял для чего это нужно но потом вспомнил то себя совсем недавно это буквально в октябре месяце когда читаешь инструкцию и не совсем понимаешь где регулировка находится для чего это нужно делать человек находящийся в самом начале либо не имеющий опыта с работы с фрезой но не можем может не сразу догадаться что требуется от него многие люди воспринимают информацию лучше виде видеоролика мне несложно я покажу процедура крайне быстрая простая какие сложности у меня были я не совсем понял слово сцепление по инструкции должно вести ну что значит вести куда вести ни одномоментно догадаешься что значит ведущее сцепление а ведущее сцепление это то когда ты вставляешь передачу при выжатой для рукоятки сцепления рычага сцепления а мотоблок уже пытается ехать сейчас это продемонстрирую вот что такое когда сцепление ведет включаем допустим первую передачу при выжатой рукоятке а мотоблок уже пытается ехать усилием останавливаешь его вполне может быть что не каждый сразу догадается об этом через 10 минут все уже профессионалы а в момент не сразу зашкворнем есть контрагайка и под отвертку как болтик ключик на 13 отпускаем контрагайку и по часовой стрелке мы сейчас от будем отпускать сцепление делать его буксующим по моему по инструкции достаточно там полуоборота так и сделаем сделаю просто вертикально сейчас проверим обратно контрагаем сразу пытается ехать но сопротивление сейчас оказываем значительно меньше на полностью избавить его сделать полностью буксующие сцепление не получится по инструкции там насколько я помню только пол оборота нужно сделать сейчас я его удерживаю одной рукой и в принципе он ну пытается сено уехать конечно вообще сцепление при выжатом рычаге не должно вести при работе с почвенной фрезой мы регулируем так чтобы сцепление вело сейчас нам нужно наоборот его сделать не не чтобы она не вело не знаю можно ли добиться вообще характеристик тех чтобы она вообще не вело но у меня как бы я не регулировал полез в сцепление и перни пойму как именно оно должно работать посмотрел я инструкцию сцепление ведет меня постоянно я не знаю эта особенность либо еще какой-то брачок ну ведет и ведет херсин посмотрел как настраивается ручка сцепления надо сделать так чтобы свободный ход у ручки был около сантиметра от 5 до 10 миллиметров это значит настроена она соответственно подкручивая ну вот вот она вот это у меня где-то около сантиметра можно еще чуть-чуть поджать свободный ход до сантиметра свободный ход рычага сцепления это я так понимаю по инструкции настроено сцепление дальше по инструкции сказано при работе с почвенной фрезой отпустить болт на пол оборота чтобы сцепление вело но она у меня ведет постоянно но в данном случае мне надо естественно ее отпустить больше пускай на пол обороте к и законтрагает вот по инструкции теперь сцепление будет у меня вести хотя она и так ведет и мотоблок а точнее сцепление готова к работе с почвенной фрезой и кстати я сейчас немножко чуть-чуть пройдусь до погода вообще испортилась дождя дождя не обещали но что-то затянуло вообще по кругу все будет не будет даст он мне картошку посадить не даст таким образом мы подготовили мотоблок к работе с почвенной фрезой да по поводу обратного удара по рукоятке ну по по стартеру появился у меня этот удар вот буквально совсем недавно как как пару дней с чем это связано не знаю до этого все плавненько было а сейчас почему-то не хочет плавно быть из руки вырывает ну что значит в торопишься и засняться торопишься не работу выполнить мотоблока подножку не поднял мы че я не могу мотоблок ручки поднять а вот она в чем дело ну вот такая подготовка почвенной фрезы к работе отжимаете контргайку выкручиваете на пол оборота сцепление можно чуть больше чуть-чуть контрагаете опять и одеваете почвенную фрезу и работаете это так сказано по инструкции сцепление должно вести у меня раньше она не вело я бы я не помню чтобы оно мне вело а сейчас почему-то начало начало и причем не важно в каком положении находится регулировочный винт по почвенной фрезе мне добавить больше нечего кто-то советует убирать внутренние лопасти но может быть я пока не хочу пока меня со устраивает